Если Приль чего-то хочет, то это будет. Я хотела, чтобы вы были моим гостем, и это случилось. Вы опасный собеседник. Чем отличается коммерческое кино от талантливого? Вопрос с подвохом. Никогда еще Штюрлис не был так близок к провалу. Вы относитесь к тем женщинам, которые видят мужчин насквозь. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами ваш психолог Светлана Прель. А в гостях у меня режиссер, сценарист, актер, продюсер Артем Виткин. Артем, я хочу вас для начала поздравить с блестящей премьерой. Я давно не видела такого ажиотажа. Фильм «Любовница», на который я была любезно вами приглашена. Поздравляю искренне вас и вашу команду. И, к слову сказать, давно не слышала я такого вопроса. Лишнего билетика не будет. Это звучало везде и всюду, это правда. Спасибо. Ну, мне, конечно, приятно, что вы гость моей программы. Как я вам и говорила, если Прель чего-то хочет, то это будет. Я хотела, чтобы вы были моим гостем, и это случилось. Ну, а теперь ближе к делу. Ближе к делу, Артем. Итак, после просмотра вашего фильма ко мне подошел один из ваших приглашенных гостей и поинтересовался моим мнением. На что я ему сказал, да, фильм «Любовница» неплохой. Фильм «Мицок», легкий такой, забавный. Посмотреть можно, а может быть, даже и не один раз. Нет, достойная комедия. Меня рассмешить сложно. Вам это удалось, вам и вашей команде. На что он мне сказал, ну да, конечно, это же коммерческий фильм. Мне ближе фильм такого рода, к которому вы имеете непосредственное отношение, это «Зеленая карета». А ваш друг, не буду открывать его имя, оставлю его в тайне, сказал следующее. Коммерческое кино вы должны как-то отличать. И мне «Зеленая карета» тоже больше по нраву. В связи с этим вопрос. Чем отличается коммерческое кино от талантливого? Вопрос с подвохом. Во-первых, спасибо за ваш отзыв замечательный. Представляя меня, вы забыли упомянуть, что я, к тому же, еще и известный карточный шулер. Это еще не вечер. Как раз это известно всем. Так вот, отвечая на ваш вопрос, конечно же, я считаю, что и коммерческое кино должно быть талантливым. Другое дело, что, если говорить о разнице между коммерческим кино и некоммерческим, или арт-хаусом, я эту разницу вообще не очень хорошо воспринимаю и не люблю ее. Потому что я считаю, что кино должно быть прежде всего талантливым, профессиональным. Либо его не надо делать в офисе. Либо его не надо делать в офисе. Другое дело, что кино, как и любой другой продукт, а это при всей нашей романтике, при всем нашем отношении к магии кино, вот это все, кино, в конце концов, это продукт. Да, такой, да, заставляющий думать порой, да, заставляющий переживать, да, переворачивающий нас, заставляющий переживать катарсис, да. Но, тем не менее, это продукт. И этот продукт может быть сегментирован. Он может быть сделан, как зеленая карета. для определенного для определенного аудитории и мы как продюсера продюсер это бизнесмен, он не может не думать о таких понятиях, как сегмент, рынка целевая аудитория и так далее, это художник такой как режиссер, даже сценарист может не думать об этом просто творить в воздух, во вселенную продюсер должен учитывать все это и думать в том числе о том, кому он будет это кино продавать а у вас есть все, то есть вы в этой части времени вы творец а потом вы значит делец как это у вас все и гнец, и гнец, да и на дуде игрец надеюсь, что в чужую дуду ты не играете стараюсь, стараюсь получается? вот после премьеры вы вышли на сцену и для своих близких гостей ну так шутливо заявили ну в каждой шутке есть доля шутки а не назначить ли день любовниц а что тут у вас такое трепетное отношение к этой категории женщин это что-то личное? ну конечно что целый праздник хотите посвятить? любовницы это кто в вашей жизни? кто это такие? ну я предусмотрю ваш следующий вопрос или как минимум думаете, угадаете? думаю, что нет ну давайте попробуем какой будет мой следующий вопрос? мы можем проверить, правда любовницы написаны вами то есть на самом деле написаны не только мы у меня были соавторы насколько лично это кино? ой, все, нет, не угадали это вообще примитивный вопрос который бы задал каждый то, что приходит вам в голову или приходит кому-то в голову в первую очередь мне это неинтересно я отметаю вот если я говорю слово апельсин в вашей голове, надеюсь, не возникнет примитивное слово фрукт а вот если вы мне скажете Пушкин я буду искренне вами восхищаться товарищ Виткин потому что именно Пушкин любил апельсины и даже вырастил огромный ноготь на мизинце чтобы легче было счищать шкурку поэтому угадать мой следующий вопрос это невозможно все, больше не будем итак, любовницы итак, любовницы на самом деле когда мы писали эту историю вместе с Еленой Хазановой и также принимал участие Денис Куршев такой замечательный сценарист конечно же зерно этой идеи вообще идея она принадлежит Елене Хазановой Елена Хазанова сидела в одном московском кафе где-то на Патриках и стала случайным свидетелем разговора некой пары где мужчина оправдывался очевидно в очередной раз своей возлюбленной о том, почему он не может уйти от жены и у Елены Хазановой родилась идея снять об этом кино о том, что эта проблема существует мы все знаем и знали, и знаем то есть все-таки это проблема любовницы? это головная боль? вы знаете, очень важно я думаю, что вы, как человек смотревший наше кино понимаете, что на самом деле мы в этом кино не обвиняем никого нет, ни в коем случае не обвиняем мужчин которые изменяют своим женам не обвиняем женщин которые готовы на такую связь единственное против кого выступают наши героини а под спудно по тексте, конечно же, и авторы это против тех мужчин которые скрывают от женщин с которыми не вступают связь тот маленький нюанс а как вы себе это представляете что они будут не скрывать здравствуй, дорогая жена хочу честно тебе сказать а вот Марина и вот Света и вот Ольга я был с ними, любимые я был с ними, но думал только о тебе в истории были такие прецеденты даже в нашем кино есть сцена где героиня Паулина Андреева приходит к героине Анны Чуриной и Георгия Дронова говорит что они увидев друг друга муж и жена Валя Лена а Паулина Андреева вернее героиня говорит Ира счастливо оставаться нет конечно же идет речь о том когда мужчины вступают в связь со свободными женщинами и не упоминают тот маленький нюанс что вообще-то они женаты то есть если бы они сказали я бы хотел Лена с тобой вступить в связь но предупреждаю что я женат и так наша связь это это более легитимно это честнее по отношению к супруге своей нежели если он не предупредит свою будущую потенциальную любовницу о том что у него есть жена вы по-моему запутались нет мы четко мы понимаем что существует проблема любовниц как таковых эту проблему мы выносим в наши титры в наши названия поэтому кино называется любовницы а не мстительницы за мужчинам которых обманули бла-бла-бла нет мы понимаем что есть такая тема есть такая проблема любовницы статистика говорит что довольно современная актуальная статистика говорит что только в нашей стране как минимум до 30% женщин. Интересно, кто эту статистику ведет? И насколько она правдива? Я видел технологию этой статистики. То есть, на самом деле, это была засекреченная статистика. То есть, респонденты никаким образом не опасались за раскрытие своих ответов и так далее. Анонимная статистика. Сделайте глоток вина. Мне кажется, вы будете сейчас более откровенны. Спасибо. Никогда еще Штирлис не был так близок к провалу. Так вот, до 30%, как минимум до 30% женщин в нашей стране имели или имеют постоянную связь с женатыми мужчинами. Постоянно это как долго? Имеется в виду, что это явление перманентно присутствует в их жизни. То есть, сюда не подпадают девушки, которые по молодости лет когда-то имели отношения с женатыми мужчинами. В этом разочаровались. И never again типа того. И больше в этой жизни это не встречалось. Имеется в виду, что у которых с этой темой есть систематическая... Если быть понятым, говорите по-русски. Простите. Нет, я-то вас поняла. Но давайте уважайте тех, кто на вас... Да, да, конечно. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, господин Виткин. А, кстати, вам как больше нравится? Товарищ Виткин, господин Виткин. От вас мне нравится любая форма обращения. Я так и думала. Скажите, пожалуйста, вот... Вы меня даже сбили с мысли. Один номер в вашу пояс. Давайте еще год. Давай. Все-таки на что ты еще способен? Способен. Смотрите. Возвращаясь к моему любимому теперь, одному из любимых фильмов «Зеленая карета», к которому вы имеете непосредственное отношение. И там написано, что сценарист не только вы, кстати, и в «Любовницах» тоже, да? Нет. А там карета только вы. Ой, респект и уважуха. Надеюсь, меня поймут сейчас зрители. Молодежь точно. Смотрите «Зеленую карету». Да, да, да. А вот как вот это возможно? Ну, вот «Любовниц» точно не только вы. А как это возможно? Вот вы пишете, 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 потом говорите, так, все, Виткин устал, следующий. Вот как это возможно соавторство в сценарии? Как это происходит? Ну, признаться, моя жизнь настолько трудноорганизуема, настолько она полна, слава богу, я не жалуюсь, но тем не менее, полна событий и пунктов в моем плане на каждый день, что по факту у меня просто нет возможности сесть и писать сценарий, который я хочу писать. А я хочу писать сценарий. Я думаю, что я неплохой сценарист. Отлично. И я хочу писать сценарий. Это ужасно раздражает, ваша гениальность, товарищ Виткин. Гениальное слово такое... Ну, правда. Я считаю, да, что вы гениальный человек. Спасибо, Света. Для меня очень это трогательно, а главное, я верю. Не верьте красивым женщинам. Ну, я верю в том, что я гениален в этом. Я могу... Ну, хорошо, поиграли. Пиво, дальше. Так вот, на самом деле, мне трудно найти время писать сценарий. Поэтому, в проекте «Любовница» я, кроме непосредственно идеи, которая принадлежит, идее этого фильма, идее этой истории, она принадлежит Елене Хазановой, которая также стала режиссером этого фильма, замечательный режиссер, российско-швейцарский, мой очень близкий друг, близкий мне человек, по духу, и по всему мой соавтор, мой единомышленник. Так вот... Достаточно, я уже люблю. Елена Хазанова не только придумала идею, но и была соавтором этого фильма в том смысле, что сидела напротив меня, и когда мы писали этот сценарий, идеи рождались у нас в таком вот обоюдном, ну, в обмене энергии, обмена идеи. Понятно. То есть записывал непосредственно я, но поскольку Лена, она не сценарист, она режиссер, и как бы, поэтому в титры, грубо говоря, я первый, потому что как бы, как профессионально, как сценарист, сценарист этого фильма, я, и Денис Куршев, который тоже приложил руку к этому, и, безусловно, есть и определенная его очень важная заслуга в этом тоже. Но, как бы, главное рождалось в нашем диалоге с Леной, несмотря на то, что Лена не сидела и не писала ручками, она очень много придумывала, очень много отметала из того, что придумывал я, или придумывала нам мои предложения, и только, и как реакция на ее предложение рождалась какое-то мое предложение, которое в итоге становилось самым хорошим. Да, вот это вот такое совместное творчество, совместное, да, да, да. И трудно уловить, кто где, какую идею подхватил, родил. Да, поэтому тут ни в коем случае мы не разделяем эти регалии. Этот проект принадлежит всем нам троим, каждый из нас внес свою лепту на разных этапах. Другое дело, что в ситуации, когда сценарист, тот, кто писал ручками, в данном случае я, при этом совмещает должность продюсера этого фильма, конечно, я, понятно, гнул свою линию, и понятно, что... Слово последнее. Ну, как бы, да, но не потому, что я более талантливый, как сценарист, просто потому, что я продюсер. Конечно. И тем не менее, там очень много всего придумано не только мной, это совместное творчество, и... Да, вы уже говорили это. Скажите, пожалуйста, а кто из троих героинь, главных героинь фильма «Любовница» вам более близок и симпатичен по типажу женскому? Абстрактно говорим, не конкретно. Ну, конечно, не случайно, что главной героиней изначально, главной линией среди этих трех героинь была линия героини Паулина Андреевой. Другое дело, что изначально этот сценарий писался под другую актрису, конкретную, с которой уже существовали договоренности. Я не буду назвать ее имя, это сейчас ни к чему. Ну, понятно. И эта актриса была очень близка нам, по духу и мне, и Елене Хазановой, и очень понятна была. Поэтому многие вещи в сценарии были написаны вот четко под нее. Выбор Саши Бортич тоже довольно был очевиден, довольно был изначально, мы хотели ее. К Юле Александровой мы пришли не сразу, но тем не менее мы очень рады этому выбору. Какой типаж женщин больше всего симпатичен? Есть с точки зрения типажа внешнего, типажа женского или или характера? Все вместе. Ну, я тогда продолжу, конечно же, героиня Пулина Андреевой. Это как бы это был наш такой любимый персонаж. Пусть не обижаются Саша Бортич и Юля Александрова, мы тоже их очень любим. Да, это просто вопрос как бы это вопрос еще авторский. Ну, потом это же собирательный образ, я так понимаю. Конечно, конечно, конечно. И что в ней вот в этом женском образе вас как мужчину привлекает? Почему вы ее именно выделили? Ну, во-первых, по бэкграунду эта героиня ближе все к нам с Леной. Она из интеллигентной семьи, она студентка юрфака, она девушка с высоким IQ. Девушки, вы запоминаете, что все-таки на что мужчины обращают внимание? Это не просто слова. Так, что еще? При этом она красива той еще не тронутой красотой, не испорченной временем, не временем, даже женским, печальным женским опытом. нетронутая красота. И так хочется быть первым, кто ее тронет, да? Да, да. Да, да. Все-таки Вы опасный собеседник для мужчины. Да? Да? А в чем же опасность? Ну, Вы относитесь к тем женщинам, которые видят мужчин насквозь. Вы к тому же психолог? Это мое горе. Итак, фильм «Зеленая карета», который мне, правда, безумно понравился. Очень, очень сильный фильм и всем рекомендую посмотреть. В этом фильме главный герой осознал, когда потерял своего сына, трагически потерял, что правда много в жизни бывает поздно. Да. А что для Вас в жизни уже поздно? Вау. поздно, наверное, разве что не сделать чего-то, о чем я сегодня сожалею. Исправить многое можно, но не все. есть, боль, которую я причинял людям вследствие своих ошибок, непонимания, непонимания до тонкостей проблематики, там, той или иной ситуации. Можно извиниться, можно выпить, да ладно, старик, да ладно, сестра, ну, ты же понимаешь. все это можно сказать, но слоник-то сломался, его можно заклеить, но трещины остались. Да, их видно. Да. Вот это поздно? Это поздно. Вот главный герой фильма «Зеленая карета», на мой взгляд, как я это поняла, немножко потерялся, где реальность, где кино. И даже когда он страдал, он видел вот эту съемочную группу и пытался переиграть кадры, в голове все время кружилась и крутилась вот эта история, то ли я живу, то ли я снимаю кино, где мир настоящий, где мир реальный. Вот если бы вы встретились с человеком, который страдает галлюцинациями, да, таким вот расстройством, и он это видит воочию, эти галлюцинации, они для него не миф, он их видит и ощущает, и слышит, и чувствует. Вот как бы вы ему смогли объяснить, что мир, в котором живете вы, это реальность, а то, что видит он, это его больные галлюцинации. Вот какие основные постулаты, которые доказали бы, что ваш мир не галлюцинация? честно? Честно. У меня не было бы аргументов. Я не знаю, чьи галлюцинации, это на самом деле галлюцинации, а чьи галлюцинации, это на самом деле часть реальности. Я с вами полностью согласна, это так. А существуют принципы Виткина? Такие принципы незыблемые, что бы ни происходило, как бы ни менялось время, но это не изменит никогда. Это мой принцип железный, и я не поступлюсь. Такие принципы у вас существуют? Вы знаете, этот вопрос, мне кажется, нужно задать Виткину лет через 10-20, дай бог, быть бы живым, то есть вы хотите сказать, эти принципы еще не сформировались? Нет, понятно, что есть некая моя парадигма, есть некая моя... Недавно я случайно узнал, что за спиной мои коллеги, подчиненные, ну, членами команды называют мой стиль руководства Виткиеватостью. Ой, интересно, правда. Ну, вот это ответ, наверное, на наш вопрос. От слова Виткиеватость? только Виткиеватость. Конечно же, я всегда прямому конфликту, и столкновению предпочту способ, как сделать то же самое, только так, чтобы никакого конфликта не было, чтобы никто не обиделся, чтобы никому не было больно. Это требует определенное... менее болезненно, то я за то, чтобы сделать это менее болезненно. И от того, что этот человек, возможно, даже насолил меня самому и на самом деле меня там обокрал или поступил как-то очень некорректно, я из тех людей, которые улыбнусь, скажу, классно было с тобой работать, чувак, ты крутой, просто тебе пора расти, ты должен идти дальше. при том, что на самом деле другой человек на моем месте жестко сказал бы ему, ты уволен и, может быть, как-то наехал бы на него и так далее. Мне легче... Ну, как бы, один из принципов... Вам легче на своем месте. Да, и в этом, на своем месте я стараюсь ни с кем не конфликтовать, не уходить на прямой конфликт. Не конфликтный человек? Нет, я абсолютно не конфликтный. Чем отличаются сценаристы писатели? Прекрасный вопрос. Когда я поступил во ВГИК, на сценарный факультет, то уже поступив, пройдя все эти баталии, нервы, связанные с поступлением, там, такое-то количество человек на место, когда уже мы окончательно поступили, и 1 сентября пришли, наш первый учебный день, нам раздали зачетки. Так вот, зачетки на первой же странице я обнаружил следующую запись. Факультет сценарный, специальность, литературное творчество. И вот, я рассмеялся в голос, потому что, когда мы поступали, нам никто не говорил, что быть сценарист, что вообще сценарий, кинодраматургия, это раздел литературы. И, когда это увидел, я сказал, ну вот, сбываются, мечты сбываются, потому что я с детства мечтал стать писателем. В этом смысле, сегодня многие не понимают, многие ударившиеся в кинодраматургию и писать сценарии талантливые ребята, начитавшиеся книг по сценаристике американских, из серии, когда 10 способов стать крутым сценаристом в Голливуде, 100 способов быть счастливым человеком, вот это все, американское, в этих книгах на самом деле много полезного, и я не отрицаю эти книги. Но иллюзия заключается в том, что многие люди, не получившие академического образования по кинодраматургии, по предмету кинодраматургии во ВГИКе или в ГИТМИКе или каких-то других, на высших курсах сценаристов-режиссеров, не получившие академического образования на этот предмет, они считают, что вот сейчас мы, да все понятно, мы прочли пару книг, две с половиной брошюры, мы все понимаем об этом. Они, может быть, они что-то и понимают, даже, возможно, много, но они забывают об одном, что написано в зачетке сценарного в Коте-Та ВГИКа. Специальность литературное творчество. То есть сценарист, это не тот, кто придумывает классные идеи, это тоже сценарист, но это не полный сценарист. Сценарист, это еще, это всегда писатель. Просто писатель, который ограничивает свой литературный дар, который влечет его и украшать это все описание действия, как это называется в кино-драматургии, описание действия какими-то красивыми оборотами, немножко включить в себя Толстого. Вот сценарист, это тот, кто ограничивает в себе этот дар, заставляет себя немножко это прижать, хотя не отключает полностью, потому что сценарии тоже могут быть написаны качественно, как текст, и некачественно. На горло своя песня надавливается. Да, но несмотря на то, что сценаристу приходится ограничивать себе этот дар, тем не менее он остается писателем. А писатель это кто? Лекарь душ человеческих. В общем, я так думала, что ничем, собственно, и не отличается. Это просто форма литературы. Я согласна с вами. Азори здесь тихие. В личной беседе вы мне сказали посмотреть этот фильм. Я говорю, очень люблю фильм старый, да, Азори здесь тихие. Ростовского, да. Да. И очень не люблю, когда гениальные какие-то вот вещи пытаются переделать, перефразировать. Ну, по-моему, это вообще ерунда. Но, посмотрев ваш фильм, посмотрев, честно скажу, с тем намерением, чтобы вас потом за это и покусать, не смогла придраться. Во-первых, вызвала огромную палитру чувств. Я искренне переживала за героев. Спасибо. И единственное, мне теперь непонятно вот ваши фразы, когда вы сказали, экранизировали мы этот фильм заново, для того, чтобы это было понятно новому поколению. А что непонятно, по вашему мнению, новому поколению в старой версии? Что было бы непонятно. Дело в том, что «Азорь и здесь тихие» это прежде всего не замечательный фильм Ростоцкого, который мы все любим и считаем его шедевром советского кинематографа. и на святость, и на этот коностас покуситься, на который мы совершенно не собирались. «Азорь и здесь тихие» это прежде всего великолепная, если не сказать, гениальная повесть Бориса Васильева. Да, согласна. Поэтому, когда мы имеем дело не с просто выдающимся кино, ремейк которого мы собираемся снять, когда мы имеем дело с новой экранизацией не менее выдающейся книги, а может быть и более местами, то руки у нас развязаны. Ренат Довлетяров, режиссер фильма «Азорь и здесь тихие» нашей версии и генеральный продюсер этого кино изначально обратился к нам, к команде этого фильма и в первую очередь к нам, к сценаристам. Я был там не один, сценаристом был еще Юрий Коротков, замечательный классик советской кинодраматургии, с которым для меня просто была большая честь работать вместе. Обратился с очень важным месседжем, очень важным посылом. Братцы, мы не собираемся даже доплюнуть до Ростоцкого. Все, что мы хотим, это взять повесть Бориса Васильева и рассказать эту историю новому поколению. Новому поколению, которое не только не то, что не читало книгу, оно даже фильм помнит по названию. На эту тему даже Ренат организовал в свое время социологические исследования. И оно, я не помню там точные цифры, не буду врать, но оно показало какие-то поразительные результаты. То есть, на самом деле, ты смотрел «Азорь и Зетихий»? Ну, конечно. А что там? Кто там? Про что там? За что ты это помнишь? Ну, наверное, такие продвинутые зрители и внимательные, как вы, действительно любят фильм Ростоцкого и помнят его хорошо. И таких немало. Советского времени. Таких немало, безусловно. Но, если мы копнем еще на 10, 15, 20 лет раньше, то это поколение не то, что не читало книгу, оно и фильм не видело. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, что такого, в чем разница? Да, в чем разница? Дело в том, что не случайно американцы примерно с разницей, с шагом, интервалом в 10, иногда 20 лет переснимают все свои самые успешные проекты. Я не знала такой практики. От «Кинг-Конга» до «Годзиллы», «Звездных войн» и все остальное. «Звездные войны» это франшиза, они имеют право просто развиваться, развиваться, развиваться. Но, по сути, это все юзание той же самой темы, бизнес и того же самого бренда. Но это делается не только из бизнес-интересов, потому что «Вау, это классная история, ее можно сейчас переделать на новый лад, и мы заработаем еще денег». Это тоже так. Но дело еще в том, что они прекрасно понимают и поняли это давно, уже примерно полвека назад, если не больше, когда уже в 50-е годы переснимали то, что было снято, было хитами в 30-е. Они просто поняли, что с каждым десятилетиями, с каждым 20-30 лет, кино развивается. Кино – это самое молодое из искусств. Оно развивается, облицает новая форма. В 20-е годы еще был не мой кинематограф, в 30-е, ну, в конце 20-х появился звук в кино, в конце 30-х кино уже говорило, звучало всеми своими красками, а в 50-е уже был широкий экран, было масса нововведений. Так что же? Так вот, существует понятие киноязыка. Киноязык постоянно развивается. И люди в разное поколение привыкают к разному киноязыку. Мы сегодня с вами живем в эпоху Ютуба. Да. Ютуб породил свои новые элементы киноязыка, породил свою киноскорость. Сегодня кино, просто-напросто смонтированное на том киноязыке, на котором говорил кинематограф с человечеством в 70-е годы, оно сегодня не смотрится. Я обожаю фильмы, ну, мы все выросли на них, особенно кинематографисты нас в институтах и в киновузах этим, так сказать, загружают и кинообразовывают. Я обожаю фильмы Феллини, Антониони, того же Тарковского. Но, положив руку на сердце, сегодня, в час ночи, включая Тарковского, обожаемого мною. Эти длинные паузы. Это уже не работает. Эта философия мысли. Не буду смотреть. Не хочу бросить камень в огород Тарковского конкретно. Это просто киноязык, скорость, мы все меняемся. И, на самом деле, не за горами возможны те времена, когда даже лучших классиков 20-го века начнут переснимать, если в их основе лежала не только гениальная режиссура, но и какая-то гениальная история. Как, например, было с одним из моих любимых фильмов «Запах женщины». Вы знаете, что тот самый «Запах женщины» с Алпачино? Вы знаете это кино? Да. Выдивлялся ремейком итальянского фильма, который вышел всего за три или пять лет до этого в Европе. И произвел фурор. Он был известным фильмом. Американцы сказали, кому интересно это европейское кино? Кто это знает? Американцы очень герметичная нация, и как бы все, что не знают в Америке, не знает никто. Поэтому и в этом смысле им повезло. Тут же взяли, купили эту идею, купили эту лицензию. Это я все понимаю. Я все равно суть не могу ловить. Вы что, темп ускорили? Конечно. Если вы сегодня будете смотреть на то, как снято, на то, как смонтировано, то, с кеми эффектами и с какой амплитудой страстей, даже в этом есть разница. То, что было позволительно в 70-е годы. Это некоторая театральность, которая еще существовала в кино, которая лично мне очень нравится. Я люблю, когда в кино немножко почти как в театре. Не как в театре, но почти. Поняла. Все, уловила. Современное кино это не отвечает требованиям современного кино. В современном кино торжествует парадигма как в жизни. Поэтому говорить нужно немножко в проброс, поэтому немножко через губу так как бы не очень литературные диалоги. Такое сегодня поколение телевидения, ютуба и всего то, к чему привык современный зритель, оно влияет на нас, кинографистов тоже. То есть вы хотите своего зрителя не дотянуть до уровня, а немножко опуститься до их уровня? И дотянуть уже там. А, то есть сначала достучаться до них, подхватить их и дальше вперед за нами вверх. Вот так, такая амплитуда. В конце концов, зритель не виноват в том, что время идет, рождаются ютубы, рутубы и все остальное, видео и кино в телефонах. Это от нас мало зависит. От нас это не зависит, поэтому... Вот, кстати, по поводу образования, о котором вы говорили. Я вот вчера буквально была на этой выставке, которая вызвала такой ажиотаж Фриде Кало, да? И вот там как раз она же была самоучка, и у нее не было академического образования, в отличие от супруга. И тем не менее у нее был свой почерк, который отличается от других. Она стала известной художницей. И там такая фраза была в описании, то, что, по-моему, супруг ей сказал, ты дорогая, то, что у тебя нет этого образования, может, тебя и спасает, твоя спасает твою индивидуальность. Я задумалась, может быть, иногда вот это то самое академическое образование, это есть и рамки, и шаблоны, за которые потом трудно выйти. Конечно. И это тоже правда. И тем не менее они нужны как фундамент. Да. Например, Тарантино не имеет никакого образования, он стал режиссером, работая в прокате видеокассет. Ну вот. Он так много смотрел кино, что у него был такой природный талант, такой дар от Бога, и такое желание состояться в этой жизни и победить, что сделал его одним из выдающихся кинематографистов, кинорежиссеров современности. Да. Конечно же, академическое образование у него есть, у всего есть, как две разные стороны. Есть плюсы, есть минусы. Умные люди стараются учитывать и то, и другое, проходить по золотой середине. Поэтому, конечно же, есть люди, которых погубило академическое образование, а есть люди, которых погубило его отсутствие. Статистически, наверное, тех, вторых, больше. То есть, отсутствие насмотренности, как мы говорим, отсутствие элементарных представлений о том, что такое плохо и хорошо в кино, не дало многим талантливым, на самом деле, изначально людям, не дало дорогу в кино, в театре и в других местах. Просто потому, что им не хватало базовых знаний. И это проблема. Современный мир переходит на все больше, становятся популярными как бы неформальные площадки образовательные. И все больше даже в кино я вижу людей, которые не получили в ГИКовского какого-то иного академического образования, которые окончили курсы годичные, полугодичные, двугодичные. И они работают. И я думаю, что со временем все равно академическое образование будет для избранных, а большинство людей в профессии будут быстро образовываться в каких-то там колледжах, курсах и вперед из песней. Да. Давайте поговорим о загадочном, волшебном, так многих манящем мире кино. Давайте. Мне кажется, что это, ну вот, прям блеск, какая-то мишура, сказочный мир. А что на самом деле представляет из себя мир кино, если мы вот так вот возьмем и зайдем за кулисы, за экран? Вы знаете, на самом деле, конечно же, кинематограф это еще и индустрия, это для людей, работающих в этом, это работа, это ежедневный подъем в 6 утра, бессонная ночь, грязь, мат, холод собачий, недосып, ночные, и это еще и деньги, это еще и просто работа. Это работа. Но. Но. Когда-то в свое время, перейдя, уйдя с телевидения и перейдя в кино, я обратил внимание на следующую, поразившую меня вещь. Насколько люди кино отличаются от людей, от телевизионщиков. При всем уважении к телевизионщикам, я сам плоти от плоти телевизионщики. Я делал новости, работал в новостях, был корреспондентом, был значимый оператор. Я обожаю телевидение. Обожал. Когда я пришел в кино, я столкнулся с тем, что в кино принципиально другие люди. Какой-то дух другой. Какая-то человечность иная. Да, это работа, да, это деньги в том числе. Но вот так вот ночами простаивать в грязи, в холоде, как на фронте. Все только чтобы доснять. Это хорошее сравнение, как на фронте. Как на фронте. Мне кажется, это вот именно очень похоже. Это ни за какие деньги, ни за какую карьеру это не будешь делать. Люди в кино отличаются тем, что они имеют, они все от режиссера, сценариста до последнего свидетеля, они все прикасаются к вечному. Телевидение в этом смысле, при всем уважении, это что-то, что нацелено на... Здесь сейчас результат. Вот сегодня. Вот сейчас рейтинг, эфир. Все. Там четверг быть с ними. Через минуту это уже никому не интересно. Все, новость в эфире. Кино это... При том, что оно бывает разным, хорошим и не очень, проходным. Но как глобально, оно всегда имеет вектор на что-то, что останется в веках. Что-то, что люди будут смотреть через 10 лет, это может быть по-прежнему интересным. Мне кажется, что вот эта причастность к чему-то вечному, к этому плевку в вечность, который делает каждый фильм, более или менее успешно. Делают всех кинематографистов немножко служителями вечности. И это, безусловно, влияет на них, на нас. И поэтому киношники это романтики. Это тот ресурс, который постоит выстоять на этой передовой. Абсолютно. Я думаю, так. Киношники это шахтеры. Шахтеры тоже романтики на самом деле. Потому что, ну, я немножко общался с ними, я знаком с этой темой по телевидению. Вот кто бы мог подумать, люди, зачем люди с годами, десятилетиями пробывают там под зимой? Потому что им негде больше работать? Да нет. Потому что в этом люди чувствуют себя мужиками. Согласна. Вот самый предсказуемый вопрос, который рано или поздно вам зададут нынешние знакомые, будущие ли знакомые. Это, ну, понятно, да, какой вопрос? Нет. Нет? Нет. Ну, самый такой вот вопрос, который вам обязательно, обязательно, разный вопрос. Я же отчаялся вас угадывать, я понял, что... Нет, здесь вы точно должны угадать, потому что это вопрос, а как сняться в кино? А вы меня не снимете в кино, а я хочу сниматься в кино. Ведь правда же? Особенно девчонки донимают. Вот давайте им скажем, раз и навсегда, вот у тех, кто об этом спрашивает, действительно есть шанс сняться в вашем фильме? Конечно. Серьезно, что ли? Прекратите обманывать. Более того, у меня есть такая классическая проблема, когда доходит дело до кастинга, не обязательно большого фильма, я также снимаю там рекламу, какие-то маленькие, короткие вещи, к каждому из этих проектов я отношусь как к большому кино, и я считаю, что малых проектов, малых фильмов не бывает. Каждый фильм, пусть маленький, короткий, это тоже наш маленький ребенок, поэтому у меня есть проблема, у меня большое количество друзей, подруг, актеров, актрис, или просто людей, которые хотят сняться в кино. Что, боитесь их обидеть? И поэтому хотя бы в массовочке, но отснимите? Нет, проблема в том, что я каждый раз вспоминаю мучительно, так, кто хотел у меня сняться, так, начинаю листать к ленту в фейсбуке, и каждый раз просто... Я хотела вообще успокоить этим вопросом, девчонок, чтобы вы сказали, прекратите меня донимать этим вопросом, если я кого-то захочу снять, то это случится. Ну что, Света, если мы так скажем в обществе, мы отнимем надежду, я перестану быть интересен женщинам. А, вы только интересны, потому что можете их в кино снять и осуществить их мечту? Или у вас еще есть достоинство? Об этом судите. Я не могу, я не ваша женщина. Документальный фильм «Кадиш», да? Да. Правильно я произношу? Раф Зильбер, я не знаю, вот это, о ком вы снимаете фильм, я не могу назвать его святым, потому что я убеждена в том, что святые по земле не ходят, но это человек, который, да, действительно есть принципы, понимание того, как он, что есть правда, его правда, и от этой правды он не отступал. И вера его, вера в Бога давала ему силы и понимание того, что то, как он делает, его путь, это и есть правда, и от этой правды он не отступал. В советские времена были гонения сильные на евреев, и не только на них, но мы сейчас говорим про этот фильм, поэтому я говорю про евреев. А так страдали все нации. Не буду выделять именно евреев. Так вот, касались эти гонения его семьи, его детей, и в какой-то момент, видно, он задумался, потому что советская власть ему поставила жесткие условия, и задуматься, я так понимаю, он мог только при одном случае, если это касалось его семьи, то, что ему дорого. Это наша Ахиллесова пята для тех, у кого есть дети, есть семья. Отказаться от веры. Видимо, задумался, потому что в фильме подчеркивается, что подошла к нему русская соседка. Это подчеркивается. Русская соседка, а не просто соседка. Видно, это было важно подчеркнуть национальность. И сказала, что если вы откажетесь от Бога, кто же останется с ним? Очень сильно. Вот вы отказались от Бога или вы с ним? Надеюсь, что нет. Я думаю, что нет, но с уверенностью сказать, я так не могу. Мне нравится ваша честность, правда. Мне нравится о том, что вы задумываетесь. Мне нравится то, что вы не позер и не собираетесь эффектно ответить. А вы искренне никогда не знаете или в чем-то сомневаетесь. Вы так и говорите. Мне это в вас очень симпатично. Спасибо. Поверьте. За искренность. Да. Вы уже выдали весь бокал. Я же отвечаю на вопросы. Я тут на полиграфе. Полиграфе. Перестаньте. Хотите сказать, что вам неприятно отвечать на мои вопросы? Мне очень приятно быть в вашей компании и отвечать на ваши вопросы, тем более на вашем канале. По какому сценарию вы живете и какой будет конец? Еще вина? Да. Давайте. Вопрос помните? Вы знаете, я исхожу из такого положения, что сценарий нашей жизни написан на небесах. И глобально рэперные точки сценария нашей жизни, где будет начало, какая будет середина, какой будет конец, зависит не от нас. Как написано в Талмуде, я все-таки верующий еврей и прислушиваюсь к тому, что нам сказано. Ой, нет. Сейчас не поверю по той простой причине, что вы творческий человек. Я не верю, что вы не прокручивали этот сценарий. Какой будет ваш конец? Ну, конечно же, я прокручивал. И как вы его видите? У меня лично все симпатично в голове. Да? Да. Поделитесь? Ну, конечно, мне хотелось бы закончить свою жизнь в окружении детей, внуков в доброй старости, в светлом уме, попрощавшись с миром и с родными. Успеть попрощаться, да? Успеть попрощавшись, да. А вот интересно, всегда всем интересно, а что он сказал, его последние слова, какие были? А если успеть подготовиться к этой последней минуте, что бы вы сказали? Отвечу на этот вопрос, на днях слышал, не могу не поделиться, потрясающий анекдот. Умирает еврей. Это когда ему пить не хочется. Который сегодня работал на бирже. Он спрашивает, дети мои, что за окно? Папа, падает снег. Падает, надо брать. Вы расскажете анекдот? Да. Так вот, в этом смысле, конечно же, мне тоже хочется... Ну, согласитесь, это важно. Представьте, последние слова, что он сказал? А у вас такая раз заготовочка, и вы так красиво. А ну-ка, что это было бы? Ну, я бы сказал, что будьте в гармонии с собой и с Всевышним. Это самое важное в этой жизни, на мой взгляд. Можно ошибаться, можно отступать от сценария иногда. Ну, как можно, так получается, что отступаем. Но вот это внутреннее чувство гармонии себя самого, оно присуще каждому нас. Каждый из нас, на самом деле, внутренне знает, как правильно, как нет. Он может впадать в соблазны, он может быть увлечен какими-то вау-импульсами. Почему себя простить так легко, а другого сложно? Себя оправдать так легко, а другого сложно. Не на словах, а на деле. Потому что мы себя любим больше всего. Ведь это правда. На самом деле, один из критериев любви, на мой взгляд, опять же, эта мысль не принадлежит мне, а древним еврейским книгам, что один из критериев любви – это в том, что тот человек, которого ты любишь, извините, тот человек, которого ты любишь, ты должен уметь его оправдывать так же, как себя. Вот любовь – это способность оправдать этого человека, простить так же, как себя самого. Себя, мы уже на завтра говорим, ну, камон, я был пьян, или я там… Да, 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 ну, сори. Ну, да. А вот другого человека нам… Но! При этом моя философия, опять же, подчеркнута из древних книг, она в том, что на самом деле и себя самого надо уметь прощать. Потому что, как сказал царь Давид, «семь раз упадет праведник и встанет». Имеется в виду, что, чтобы быть праведником, нужно уметь семь раз падать и каждый раз вставать. Потому что уже на второй, третий раз можно сказать себе, ну, все, я оконченный злодей, со мной уже, из меня ничего не выйдет. И потерять возможность к развитию, к возвращению. Вы сказали эту фразу, сказал не я. А давайте сейчас… Сейчас будет фраза рождена, которая сказана будет вами. Начнет ее ваш герой Зильбер, да? Рав Зильбер. Он сказал так. «Слушайте меня, знающие правду. Не бойтесь оскорблений от людей. И руганьих не страшитесь. Ибо как одежду их поест моль. А дальше без его помощи продолжите». «Ибо как одежду поест их моль, но моя…» Я пытаюсь вспомнить цитату. «Но моя…» Нет, без помощи вашего героя. Ваша фраза сейчас должна родиться. «Ибо как одежду поест их моль…» «Поэтому будьте самими собой». «Так и души их съест зависть». Это Светлана Прель. Прекрасно. Светлана Прель, у вас получилось создать парафраз про Хрица из Библии, потому что эта фраза Рава Зильбера, конечно же, цитата из… Нет, он по-другому сказал. Из Библии? Нет, я имею в виду первую часть. А что первично вообще, сценарий или режиссура? Конечно, сценарий. Сценарий, да? В этом смысле нам, сценаристам, всегда обидно за нашего брата, потому что всегда говорится «фильм такого-то, такого-то». На самом деле, все от «а» до «я» придумал сценарист. Не всегда, но очень часто. «Лягушка-путешественница» сладится такую сказку? Помню, с детства, да. Погибла, когда кричала «я», «я» придумала. Да, поэтому сценарист – это очень скромная профессия. Ну, нет, я шуткой, конечно, говорю, мы любим свою профессию. Это скромная профессия нескромных людей. Да, я просто говорю, что сценаристы на премьерах, они всегда смотрят на экраны и внутренне говорят «вот это я», «это я». Да, я понимаю. А как вы думаете, какой тезис нашей программы? Вот сейчас наш разговор подходит к концу. Как вы полагаете, какой тезис нашей программы? Правда ничего, кроме правды. Интересно. А у меня он следующий. Кино – это галлюцинация реальности, которую нам навязывают далеко не боги. Не боги, это точно. Вот с этим я согласен. Мы совсем не боги. Мы такие же люди. Единственное, что мы, когда говорю «мы», я имею в виду не в первую очередь себя, а всех нас, творческих людей, занимающихся этой профессией, мы, что мы на самом деле делаем, с моей точки зрения? Существует некое поле информационное. Будь вы верующие, неверующие, там уже дальше мистически это можно объяснять. Существует некое информационное поле, называемое коллективным бессознательным. И творцы, будь то художники, писатели… Вы много хотите процитировать? Поспудно. Ну, давайте. Мы подключаемся… Мне психологу будет интересно послушать ваше мнение. Ну, дайте хоть немножко… Ну, да-да, реабилитироваться. Ну, да, поверясь с выполнением просто. Вы были прекрасны, поверьте мне. Спасибо. Ответы ваши были очень интересны. Я могу лучше. Проверим. Куда ж лучше. Так вот мы просто подключаемся к этому коллективному бессознательному. Кто первый из нас реализует то, к чему подключились и почувствовали, тот и выстреливает с тем или иным фильмом, картиной, музыкой и всем остальным. На самом деле все лежит вот где-то там, в неком облаке, в этом iCloud-человечестве, которому мы просто по долгу профессии и тонкости устройства души имеем возможность подключаться. У меня в гостях был сценарист, гедонист, продюсер, актер, чертовский, бессовестно талантливый Артем Виткин. И да, я не прошу. Я знаю, что это будет. Я снимусь в вашем фильме. Я знала, что вы сниметесь в моей программе. И я знаю, что я снимусь в вашем кино. А с вами была ваш психолог Светлана Брель. Пока. Спасибо. Спасибо вам, Света. Спасибо.